Как лечить и вылечить кашель 100 дней? 100 дней кашель с медицинской точки зрения известен как коклюш или коклюшем. В течение первых 1-2 недель после того, как вы инфицированы, ваши симптомы будет казаться много, как простуды или гриппа, насморк, лихорадка и кашель. Через 2 недели кашель становится намного хуже и, как правило, превращается в приступы кашля, которые иногда приводят к рвоте. Приступами кашля может длиться более 10 недель в некоторых случаях. Коклюш является очень заразным и легко передаваться от человека к человеку. Поскольку коклюш является бактериальная инфекция, лучший метод лечения представляет собой антибиотик, но это должно быть сделано в течение первых 3 недель после инфицирования, после чего инфекция обычно ушла, и вы только что вышли с противным кашлем. Там нет никакого лечения коклюша. Ваш единственный выбор должен позволить ей запустить свой курс, но вы можете попробовать один из нескольких вариантов, чтобы помочь облегчить кашель. Увидев своего врача, назначить встречу с вашим доктором. В течение первых-вторых недель коклюша вы, вероятно, думаете, что у вас простуда или грипп. Поэтому это может быть трудно определить, если вы должны обратиться к врачу в этот момент. Тем не менее, если вы знаете, зато, что вы были в контакте с кем-то, кто был поставлен диагноз коклюша, немедленно обратитесь к врачу, когда симптомы начинают. В противном случае сроки назначения врача нужно будет основываться на том, как вы себя чувствуете. Если кашель становится все хуже, и превращается в кашля, что может быть хорошее время, чтобы рассмотреть в виде своего врача. Карантин себя Коклюш является очень заразным и может быть фатальным для детей раннего возраста. Чтобы обезопасить себя, а не только для себя, но и для всех вокруг вас, подвергать себя, как мало людей, как это возможно. Это означает, что вы должны оставаться дома от работы и школы, вы не должны присутствовать на мероприятиях за пределами вашего дома, вы не должны иметь друзей в течение только для общения и так далее. Если у вас есть дети дома, убедитесь, что вы держатся подальше от них как можно больше, и что они часто моют руки. Попросите вашего врача для антибиотика. Коклюш вызывается бактериями под названием бордетела коклюша. Эта бактерия может передаваться от человека к человеку через капельки жидкости в воздухе, вызванных кашлей или чиханием. Люди, которые не были вакцинированы, и младенцы, более восприимчивы к этому заболеванию. В случае младенцев заболевание может привести к летальному исходу. Бактерии, как правило, в вашей системе в течение первых три недель после того, как вы были инфицированы, и именно в это время, что вы также можете быть заразным. Ваш врач может принять решение о том, что оральный антибиотик может помочь предотвратить вас от передачи болезни на кого-то другого. Это также поможет очистить инфекцию быстрее. Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу кашля. В общем, боли и в небе живом кашля не помогают от кашля, вызванного коклюшем, но есть альтернативы врач может рассмотреть. Оба картикостероиды и альбутирол, как известно, чтобы уменьшить приступы кашля, но они должны быть предписаны врачом. Убедитесь, что вы до современных с прививками. Вакцины и сами по себе не дают лекарства, но они помогут вашему телу построить соответствующие иммунитеты очень серьезных заболеваний. Это то помогает предотвратить вас от этих заболеваний в будущем. Если вы получили прививки как ребенок или нет, по-прежнему важно, чтобы оставаться в курсе с прививками как взрослые. Обратитесь к врачу, чтобы определить, какие прививки вам может потребоваться. Получение правильного питания Пейте много жидкости. В общем, взрослые должны потреблять от 11 до 15 чашек 2,7-3,7 литров жидкости каждый день. Эта сумма, однако, включает в себя жидкость, включая воду, что вы получите от всех источников, включая продукты питания. Общее руководство, чтобы гарантировать, что вы пьете достаточное количество жидкости, чтобы не позволить себе остаться пить и выпить с каждым приемом пищи. Любой тип жидкости может быть включено в это ежедневное потребление, то есть суп, молоко, чай, кофе, соду, сок и т.д. В то время как предметы, такие как кофе, чай и соды являются формой жидкости, которая поможет с ежедневного потребления, вы должны стараться не сделать их единственным источником. Пейте много жидкости. В общем, взрослые должны потреблять от 11 до 15 чашек 2,7-3,7 литров жидкости каждый день. Эта сумма, однако, включает в себя жидкость, включая воду, что вы получите от всех источников, включая продукты питания. Общее руководство, чтобы гарантировать, что вы пьете достаточное количество жидкости, чтобы не позволить себе остаться пить и выпить с каждым приемом пищи. Любой тип жидкости может быть включено в это ежедневное потребление, то есть суп, молоко, чай, кофе, соду, сок и т.д. В то время как предметы, такие как кофе, чай и соды являются формой жидкости, которая поможет с ежедневного потребления, вы должны стараться не сделать их единственным источником. Возьмите необходимые витамины. В идеале вы должны стараться потреблять 410-0 мг витамина С, 20-30 мг цинка и от 20 000 до 50 000 ме-бета-каротина в день. 14. Иногда вы можете получить эти суммы, основанные на пищевых продуктах, которые вы едите, но это не всегда возможно. Для того, чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество этих витаминов и минералов, каждый день вы можете взять поливитамины или отдельные витамины. Мультивитамины не всегда содержат достаточное количество каждого типа витамина и минерала ваше тело требует. Убедитесь в том, чтобы проверить этикетку ингредиента, чтобы обеспечить мультивитамины имеет достаточно того, что вам нужно. Если нет, то приобрести отдельные витамины вам требуется. Всегда проверяйте с вашим врачом, принимая витамины и минералы, особенно если вы принимаете другие лекарственные препараты, чтобы гарантировать, что нет никаких побочных эффектов или взаимодействий. Использование трав для чая Проверьте с вашим врачом перед использованием трав. Некоторые, но не все, травы могут взаимодействовать с лекарствами. Если вы в настоящее время принимаете один или несколько лекарств, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, прежде чем использовать травяные средства правовой защиты. Они будут в состоянии предоставить вам советы о том, какие травы, чтобы избежать в то время как вы принимаете это специфическое медикаментозное лечение. 15. Там нет никаких трав, которые были исследованы специально для коклюша. Но многие травы были найдены, чтобы помочь укрепить иммунную систему и уменьшить кашель, который может быть полезным, если у вас есть коклюша. Сип-чай, сделанный с эхиноцеей. Эхиноцея используется, чтобы помочь укрепить иммунную систему. Вы можете быть знакомы с ним в качестве дополнения. Вы можете приобрести в аптеке и принимать, если вы чувствуете наступление холода. Но вы также можете сделать чай, используя высушенную эхиноцею. Добавьте 1 чайную ложку эхиноцеи на 1 стакан кипящей воды и дать ей крутой в течение 5-10 минут. После того, как погруженный вы можете выпить 2-4 чашек чая в день. При использовании версии дополнения, следуйте инструкциям на бутылке. Сделайте чеснок-чай. Чеснок, как известно, укрепит вашу иммунную систему. И сильная иммунная система может помочь вам бороться с вирусами и бактериями. Измельчите 2-3 зубчиков чеснока и добавьте толщины чеснок 2 стакана воды в кастрюле. Разрешить смесь до кипения и варить на медленном огне в течение 15 минут, затем удалите чеснок куски. Пейте охлажденную смесь. Добавьте мед, если вам нужно, чтобы подсластить чай. Вы можете выпить 2-4 кружки чеснока чая в день. Сипи сапа-чай. Исап является трава, которая также известна своими отхаркивающими свойствами, то есть он может помочь избавиться от слизи. Исапа-листья можно использовать, чтобы сделать чай, который может иметь такой же вкус, что мяты. Исап также имеет запах, похожий на комфору, который используется, чтобы помочь разблокированию перегруженной дыхательной пути. Поместите 1 чайную ложку исапа в кружку кипятка и дайте ему погружаться в течение 5-10 минут. Вы можете пить чай 2-4 раза в день. Крутой анис и чай. Анис является трава, используемая для придания вкуса черного лакричника и некоторых ликеров. Если вам не нравятся черные лакрица или соответствующие ликеры, то это, вероятно, не вариант, вы должны попробовать. Анис считается отхаркивающим, а значит, помогает избавиться от слизи. Многие лекарства в течение рецепта от кашля используют анис в их формуле. Добавьте 1 чайную ложку аниса на 1 стакан кипящей воды и позволяют погружаться в течение 5-10 минут. Вы можете выпить 2-4 кружки анисового чая в день, чтобы помочь вашей кашель. Сделайте кошачий мятый чай. Чатнип является одним из видов мяты и свежего растения делает и спускает приятный запах мятный, особенно, когда вы нарушаете листьев или стеболей. Чатнип также спазмолитическое, что означает, что он может помочь контролировать или спасать приступы кашля, вызванного коклюшем. Свежие или сушеные листья можно использовать, чтобы сделать чай. Положите 1 чайную ложку котовник в кружку кипятка и дайте ему погружаться в течение 5-10 минут. Вы можете выпить 2-4 кружки чая кошачьей мяты в день. Пейте ромашковый чай. Ромашка известна как спазмолитическая, что означает, что он может помочь контролировать судороги и конвульсии, как и приступы кашля, что коклюша известен. Поскольку есть много ромашка чаи коммерчески доступными, это может быть самый быстрый и самый простой вариант. Но вы также можете сделать свой собственный экстракт ромашки, используя сухие или жидкие травы. Добавьте 1 чайную ложку травы на 1 стакан кипящей воды и дайте ему погружаться в течение 5-10 минут. Пить чай 2-4 раза в день, чтобы помочь вашей кашель. Сип тимьян чай. Тимьян известен как спазмолитическая, что означает, что он помогает снять спазмы или судороги, которые в случае коклюша, были бы приступы кашля. Вы можете использовать сушеного тимьяна или свежую траву, чтобы приготовить чай. Добавьте 2 чайные ложки сушеного тимьяна или 1 веточка, слегка измельченный, к кружку кипятка. Крутые в течение 5-10 минут. Вы можете выпить 2-4 кружки тимьяна чая в день. Не употребляйте тимьяна эфирное масло, он является токсичным. Рассмотрим пробовать другие травы. Многие другие травы могут быть использованы, чтобы сделать чай, который может помочь облегчить кашель коклюша. Острогал, усилитель иммунной системы, девесил, отхаркивающая, коровяк, отхаркивающая, индийский табак, спазмолитик и ямайский кизил, спазмолитик, все были использованы для лечения кашля. Экспериментируя с другими домашнее средство. Проглотить ложку меда. Медицинские исследования показали, что сироп от кашля не работает не лучше, чем мед. Изменения. Вы можете предпочесть вкус меда по вкусу сироп от кашля. Если это так, проглотить 1 столовую ложку меда до третьих раз в день, чтобы помочь покрыть ваше раздраженное горло и замедлить или остановить кашель. Смешайте 1 чайную ложку регулярного, каждодневного соли в стакане теплой воды. Убедитесь, что соль полностью растворяется, а затем взять глоток и прополоскать. Полоскание в течение приблизительно 15 секунд, а затем выплюнуть соленую воду. Вы можете продолжать полоскать до тех пор, пока вы использовали всю воду в стакане. Если у вас есть остатки солен и привкус во рту после этого, как раз промыть обычной воде. Вдох горячей водой. Вы знаете, что чувство полного облегчения вы получаете, когда у вас есть хороший горячий душ в то время как у вас холодно, и эти несколько кратких мгновений вы можете дышать. Этот метод похож, но добавляет некоторые успокаивающие ингредиенты, чтобы помочь облегчить ваш кашель, а также Положите кипящую воду в миску среднего размера и дайте ему остыть в течение приблизительно минуты. Добавьте 3 капли масла чайного дерева и 1-2 капли эвкалиптового масла и размешать. Лиан вы сталкиваетесь над миской, установить себя в удобном положении, и просто дышать. Положите полотенце над головой вокруг чаши, чтобы помочь держать пары близко к лицу. Вы можете сделать это в течение 5-10 минут, в то время, до 2-3 раз в день. Вы можете также добавить 3-6 капель вашего любимого эфирного масла в увлажнитель воздуха или ванну, чтобы помочь разгрузить. Нанесите кастеровое масло груди пасты. Для этой груди пасты вам потребуется 1-2 стакана холодного отжима кастеровое масло, 1-2 зубчика чеснока, измельченный, 1 столовую ложку тертого имбиря свежее, 3-4 капли эвкалиптового масла и 1-2 чайной ложки каенского перца. Добавьте все ингредиенты в одну миску и тщательно перемешать. Нанесите готовую смесь на груди, в идеале под старой футболки, что вы не будете возражать против получения неаккуратно. В качестве альтернативы, вы можете просто использовать кастеровое масло без каких-либо других ингредиентов. Вы можете поместить кастеровое масло непосредственно на мягкую ткань на груди и положить полиэтиленовую пленку поверх. Затем вы можете поместить источник тепла над пластиковой пленкой для 30-60. Ешьте темный шоколад. Вы больны после того, как все, что вы можете съесть все, что вы хотите. Питание 50-100 граммов темного шоколада действительно поможет уменьшить кашель из-за теабромина ингредиента. В то время как молочный шоколад также содержит теабромин, он не содержит выше концентрации и, следовательно, не будет работать так же эффективно, как темный шоколад.